Добрый вечер всем! Я Сергей Миронец и сегодня мы проведем наш очередной вебинар, в этот раз о рефакторинге. Мы поговорим о том как, когда и зачем делать рефакторинг. Но, как и мне, я разработчик с большим опытом, преподаватель, тренер в Discovery, автор книг по программированию, часто выступаю на конференциях по Украине и за ее пределами. Как появился данный вебинар? В принципе, у него интересная история. В 2013 году мы придумали серию из 15 мастер-классов по самым разным аспектам разработки и инжиниринга. И один из них назывался «Магия рефакторинга». Постепенно мы его улучшали, дополняли. Он стал тренингом, назывался «Эффективное рефакторинг Java приложений», которые, кстати, мы в этом году провели. И вот мы решили, а давайте мы сделаем вебинар для всех желающих и поговорим как раз о рефакторинге. Итак, сегодня наша цель – это разобраться, что такое рефакторинг, причины и его цели, что такое код смел и какие группы бывают, стратегии рефакторинга или тестирование – основные сложности. И давайте начнем вот с такого примера. Представьте себе, что у вас есть вот такой вот новый проект, где есть а большой технический долг, очень много legacy кода, самые разные воркараунды, что бороться с техническим долгом. И разработчик, который пытается во всем этом разобраться и устоять. Либо, например, вот такой пример. Вы приходите в новый проект, где вас что-то не устраивает, но на попытке переписать код, который вам не нравится, вы, скажем так, старший товарищ, слышите, работает – не трогай. Почему не так говорят? Потому что очень легко сделать ошибку из кода работающего, сделать код с багами. Либо, например, другой вариант. Вы уже опытный разработчик, но нет у вас каких-то конвенций, правил. Вы просто пишите код, особенно не заморачиваясь над тем, чтобы он соответствовал каким-то принципам либо паттернам. То есть, главное для вас – это то, что он работает. И давайте поговорим о том, а как же появился рефакторинг. В отличие от многих терминов, понятий, которые пришли войти в 70-е годы или чуть позже, рефакторинг впервые появился в статье Вильяма Абдайка и Ральфа Джонсона. Это был 90-й год. А уже через год в диссертации Вильяма Грисфольда о рефакторинге функциональных и позитивных программ как раз было дано первое научное обоснование. Главный импульс в современной истории IT дал известный специалист Мартин Фаулер, который написал книгу «Рефакторинг. Улучшая дизайн существующего кода» в 1000 году, где как раз и подробно рассказал о том, как же он понимает рефакторинг. Вот у этой книги уже есть второе издание. Что же такое рефакторинг? Это слово опять же не является обычным в лестном языке, оно появилось только в конце прошлого века. Если его попытаться определить с точки зрения науки, то он получит очень-очень простое объяснение. Это уменьшение энтропии нашего ПО. Вроде как кратко, но не очень понятно, как это применить к нашему проекту. Если вы вздумаетесь над тем, а что такое для вас рефакторинг, то у нас есть вот такие вот два объяснения. Рефакторинг — это изменение, которое мы производим внутренней структуре нашего ПО для того, чтобы было проще его понимать и дешевле изменять без изменения его внешнего поведения. А рефакторинг глагол — это изменение структуры нашего ПО путем применения шагов рефакторинга опять же без изменения внешнего поведения. И здесь очень удачная цитата Джессики Кер, которая говорит, что поддержка ПО это не поддерживать код так, как он был когда-то на том уровне, а наоборот это соответствовать тем новым стандартам, новым правилам, которые появляются в нашем изменяемом мире. Какие же подсказки мы можем предложить пользователям? Во-первых, главная цель рефакторинга это сделать проще изменение и понимание нашего кода, нашего проекта. При этом рефакторинг это не бесконтрольная очистка, изменение кода, а это запланированный процесс, у которого есть свой определенный регламент, который соответственно мы сегодня и рассмотрим. Опять же рефакторинг в силу своей опасности, о которой мы говорим, это изменение нашего кода небольшими шагами. Если вы сделаете какую-то ошибку, а такое часто обучается, то всегда легко найти причину, почему она произошла. Какой выигрыш рефакторинги? Рефакторинг, он уменьшает сложность нашего кода и улучшает дизайн. Если мы такой цели не достигли, означает, что мы, скажем так, зря делали этот процесс. Рефакторинг это не исправление ошибок, но при этом он помогает находить ошибки, которые, допустим, мы не знаем. И в конечном счете, рефакторинг улучшает эффективность работы разработчиков, потому что им приходится, скажем так, теперь работать с более понятным кодом и соответственно, конечно, они могут делать больше фич, чем было до этого. В итоге, рефакторинг является одной из наиболее существенных навыков разработчика. Хотя, я думаю, если у вас есть свое резюме либо профиль на ингитине, то вряд ли вы указывали, что у вас, допустим, такой опыт рефакторинга. Хотя вы занимаетесь им всю свою жизнь, по большому счету. Это действительно странно. Более того, на всяких собеседованиях и интервью, опять же, я никогда не встречал, чтобы спрашивали о рефакторинге. Считается, что как будто человек, он, скажем так, должен знать его разработчик, хотя это не всегда так. И всегда совершаются ошибки, которые бывают очень печальны. Еще одно интересное утверждение рефакторинга предложил Роберт Мартин, он же Uncle Bob, Детя Боб, который сказал, что правила бойскаута в применении к ПО, к IT, это всегда оставлять код чуть-чуть лучше, чем вы его нашли, то есть начали с ним работать. Что не является рефакторингом? Рефакторинг – это не поиск и неисправление ошибок. Это не улучшение эффективности, быстродействия кода, хотя это часто является побочным следствием. Бывает и обратное, после рефакторинга ухудшается эффективность и быстродействие. Плохо ли это? Это не плохо и не хорошо, это просто является свидетельством того факта, что в современном программировании читабельность, понятность кода превалирует над его эффективностью. Не всегда, конечно, но в большинстве случаев так оно и есть. Ну и рефакторинг – это не добавление новых фич. По-моему, мы говорили, что у нас всегда при рефакторинге внешнее поведение не изменяется. Почему же мы нуждаемся в рефакторинге? Можем ли вообще разрабатывать наши проекты без него? Ну, мы живем, скажем так, в реальном мире, где всегда возникают самые разные трудности и сложности. Один из них – это, конечно, workarounds, которые применяются постоянно, что ухудшает качество нашего продукта. И из-за чего у нас появляется технический долг. То есть, некоторые, скажем так, вещи, которые мы должны были сделать, но не сделали. Почему это происходит? Потому что в разработке ПО есть два, скажем так, подхода. Первый подход – это сделать что-то правильно, а второй – просто сделать это. Не всегда получается сделать правильно. Иногда бывают случаи, когда от вас требуется сделать просто какое-то рабочее решение с приемлемым уровнем качества, то есть, не с идеальным. И в итоге, если потом к этому не вернуться, возникает технический долг, конечно, который накапливается и приводит к различным проблемам. Итак, каковы же главные причины появления вот такого технического долга? Ну, во-первых, я думаю, что все вы сегодня встречались, когда есть некоторый проект, написанный людьми с, скажем так, не очень большим опытом, допустим, джуниорами, может быть, даже мидлами, которые плохо знали основу дизайна, и, соответственно, получился такой у них не очень удачный проект. Изменение требований, да, то есть, когда мы работаем, а мы работаем чаще всего по гибкой схеме, по agile, изменение требований приводит к тому, что разработчики просто не успевают писать код так хорошо, как они бы этого хотели, как от них требуется. Все меняется, да, мы с вами сейчас используем и Java 214, а многие люди использовали когда-то, допустим, Java 4, 5, 6, какие-то старые библиотеки, старые фреймворки, и, соответственно, все это выглядит, скажем так, с точки зрения, может быть, очень и примитивно, и неудобно, но просто не хватает времени их переписать. Командная работа. Очень часто у нас проекты являются распределенными по разным городам, странам, даже континентам. И, конечно, отсутствие такой вот вербальной коммуникации сказывается на то, что иногда качество кода, оно оказывается не совсем хорошим. Отсутствие документации, то есть человек, который приходит на проект и видит, что нет ни, допустим, каких-то статей в конференсе, либо страниц на веке, ему тяжело разбираться в проекте, тяжело понять, может быть, какие-то конвенции, либо какие-то best practices, и он может сделать те же самые проблемы, которые делали до него. Например, тот же самый какой-нибудь copy-paste. Deadlines. Очень часто бывает так, что людям просто не дают много времени на какую-нибудь фичу. Или, допустим, времени хватает только на то, чтобы сделать фичу, но не писать тесты. Все это приводит к тому, что качество кода, опять же, ухудшается, особенно, если у нас Deadlines происходят постоянно. Орг-проблемы. Одним из средств борьбы с качеством кода или за качеством кода это код-ревью. И, соответственно, в тех командах, где он есть, конечно, качество кода выше. Но бывает так, что просто либо не хватает времени, либо не хватает желания, либо не хватает просто опытных разработчиков, чтобы данный процесс построить. Legacy код. То есть есть проекты, которые живут своей жизнью, им уже, допустим, по 10-15-20 лет, и там такое большое количество кода, что просто приходится делать рефакторинг. И вот такая картинка с юмором, которая показывает современный Legacy проект из самых разных слоев применение каких-то сотен тысяч приемов без таких конвенций, которые работают, но вы видите, что количество workaroundов, хэков, оно огромное, как и технический долг. Когда нужно делать рефакторинг? В принципе, это хороший вопрос, потому что он влияет на весь проект. В принципе, есть такое требование, даже не требование, а практика называется Pain-Driven Development. Если вам в проекте работать приятно, если у вас нет какого-то чувства дискомфорта, тогда, скорее всего, не нужно рефакторинг. Но если вам работа на проекте заставляет некоторую боль, если любое изменение, это какая-то нервотрепка и так далее, стресс, то, естественно, нужно вздуматься над тем. А может быть, действительно, то этот боль терпеть, а может быть, все-таки сделать рефакторинг того кода, который вы постоянно используете. в принципе, главным правилом когда называется правило трех. То есть, когда вы пишете код, и у вас есть некоторый фрагмент кода, который вы пишете первый раз, то все окей. Когда вы второй раз пишете данный фрагмент кода, в принципе, это тоже терпимо. но когда вы тот же самый фрагмент пишете в третий раз, стоит задуматься, а может, уже стоит сделать рефакторинг и от копипейст избавиться. Почему рефакторинг делать боятся? Потому что это изменение, которое может быть, скажем так, опасно и привести новые баги. Поэтому наиболее логичным подходом может быть сделать рефакторинг, когда вы добавляете новую функциональность. То есть, код у вас все равно изменяется и сильно. А раз так, то в принципе, почему тогда не применить такой рефакторинг? Бывает обратная ситуация. Проект, допустим, Legacy проект очень тяжело улучшать, очень тяжело добавлять новые фичи. Почему? Потому что новые фичи приводят к новым багам, которые тяжело исправлять и качество проекта ухудшается. Раз так, а обычно это какие-то отдельные компоненты, то лучше сделать рефакторинг для таких компонентов, качество повышается и сквозь отработки увеличивается. Также, очень часто бывает, вам нужно исправить какую-то ошибку, но при этом код настолько запутанный, что вам очень тяжело в нем разобраться и сделать исправление так, чтобы у вас не было новых ошибок. Поэтому вы сначала делаете рефакторинг, код улучшаете и тогда уже потом можно работать над багом. Код-ревью. То есть, в принципе, когда у вас проходит стадия код-ревью, то, естественно, возникает вопрос, раз вы все равно код будете менять, то хороший момент, чтобы сделать рефакторинг. Низкая загрузка. Часто бывает такое, что на проекте просто нечего делать. Это могут по разной причине, например, какие-то временные паузы, отсутствие задач и так далее. И чем заниматься? Можно заниматься самообразованием, конечно, а можно, скажем так, утвердив данный процесс, заняться рефакторингом наиболее проблемных, болезненных мест в вашем проекте. Новая версия. Я думаю, что если вы следите за выходом новых версий библиотек, фреймворков, крупных, то очень часто в Relears.no встречается такая информация, что выпущена новая версия и, скажем так, была она полностью переработана, удалены какие-то устаревшие вещи и так далее. То есть, в принципе, как раз хорошо для крупных мажорных версий добавлять что-то из рефакторинга. То есть, можно переписать какой-нибудь там опять же компонент и это, естественно, повлияет на качество вашего кода. Корпоративная культура. У меня лично были проекты, когда существовало такое правило, что из каждых пяти дней разработки написания кода четыре дня это было именно написание нового кода и один день выделялся на рефакторинг. Это было официально и все это знали и все это делали. Конечно, это было решение кооперативное, высшее руководство. Не всегда такое возможно, но нужно здесь, скажем так, бороться, объяснять зачем и почему мы хотим рефакторинга. Всегда ли можно сделать рефакторинг? К сожалению, нет. Есть несколько стадий проекта или состояние проекта, когда вы это сделать не можете. Во-первых, есть ли на проекте огромный, огромнейший технический долг. То есть, там столько сложностей и проблем, что, по сути, необходимо, скажем так, заниматься каким-то глобальным рефакторингом, конечно, который просто нет времени. Очень много ошибок. Ошибок очень много и после рефакторинга будет тяжело понять, а добавились ли новые ошибки или нет. Вот самое страшное. дедлайн. Конечно, когда у вас идет дедлайн, когда вам нужно срочно делать какую-то фичу, это самое худшее время для того, чтобы изменять то, что в принципе уже работает. Отсутствие тестов. Мы сегодня поговорим о том, что именно тестирование, оно позволяет вам проверить, насколько корректно у вас были изменения при рефакторинге. Если тестов у вас нет, а такое в принципе может быть или допустим низкое покрытие, то соответственно риск регрессии новый багок он велик и соответственно конечно это сделать будет очень и очень сложно. Ну и пятое состояние это стадия поддержки, когда у вас шанс появления новых каких-то фич невелик, да, по сути вы занимаетесь расправления допустим каких-то ошибок, рефакторинг не дает каких-то бенефитов. То есть в принципе даже если качество софтвера увеличивается, все равно в принципе оно уже никак не повлияет на наш проект. Какие сложности могут возникать при рефакторинге? Ну во-первых конечно это данные. Данные это самое главное что у нас есть и потеря данных это самая большая из существующих проблем. поэтому часто бывает такое, что рефакторинг приводит к тому что изменяется допустим схема данных и это требует миграции. Вот если у вас все это запущено уже на продакшн то это бывает сложно. Иногда вы скажем так пишите компоненты у которых есть API которые где-то уже используются. Это может быть допустим другие компоненты либо допустим у вас какой-нибудь там REST API и так далее. И так как у вас есть клиенты вашего API то их изменения уже довольно-таки сложно. То есть если вы поменяете то соответственно у вас ваши клиенты перестанут работать. Поэтому здесь есть отдельные техники для того чтобы и даже паттерн для того чтобы это сделать. Изменение дизайна. То есть в принципе мы говорили что рефакторинг это изменение или набор изменений при котором не изменяется внешнее поведение. Конечно иногда это включает изменения в дизайне и это бывает проблематично потому что затрагивает допустим несколько компонентов в вашем проекте. Legacy к сожалению если у вас допустим нет документации то при наличии большого количества Legacy кода тяжело в нем разобраться и понять как же он работает. А без понимания этого сделать рефакторинг начать его не получается. Как понять что на вашем проекте куда вы пришли есть вот такие вот тревожные симптомы что необходимо настроить наладить процесс рефакторинга это сделать не так уж и просто написано в коде что он требует рефакторинга и где-нибудь в джире. Такие признаки называются CodeSmells или запахи кода. Почему такое название? Потому что они вызывают такое неприятие как будто физическое как будто от кода идет неприятный запах. Отсюда появилось такое название CodeSmells запахи кода. Ну во-первых это наличие большого технического долга которое является одним из главных факторов. Большое количество CopyPaste которое опять же об этом свидетельствует. Нарушение основных принципов дизайна либо ООП это в принципе можно оследить. Либо наличие в коде большого количества комментариев в стиле ToDo FixMe ClickSight и так далее. Такое в том что люди скажем так выполняли какую-то часть работы откладывали многое на потом и соответственно это очень накапливалось и приводило к различной водопроблемам. Что необходимо знать для того чтобы уметь делать рефакторинг? Конечно самое главное это принципы объектно-ветериного программирования и проектирования это инкампсуляция наследование абстракция и полиморфизм. Знание их очень хорошо помогает в основах рефакторинга. Следующая группа это паттерны или принципы Solid от главных букв Single Possibility Open Closed Discourse Institution Interface Segregation Dependency Inversion В принципе я скажем так думаю что вы все знаете единственное что их нужно уметь применять и понимать что они нарушаются мы скажем так здесь не обсуждаем данные принципы но вы должны уметь объяснить каждый принцип и в коде понять как же его реализовывать. также есть скажем так схожая группа принципов которая называется GRASP в GRASP тоже является аббревиатурой и расшифровывается как General Responsibility Assignment Software Patterns то есть паттерны ПО которые относятся к общей ответственности их 9 в принципе они тоже скажем так чем-то похожи на Solid но тут есть некоторые отличия ну и соответственно если вы допустим приходит то же самое собеседование то конечно нужно знать что такое GRASP какие там есть принципы и для чего они нужны есть также принципы дизайна которые не входят ни в какие группы но они сами по себе и соответственно их тоже нужно знать конечно это PKIZ то есть если перевести с английского то делай свой код как можно проще не усложняй его сверх необходимости Ягни Ягни это если перевести с английского вам это не нужно опять же часто бывает такое что в коде пытаются ввести какие-то абстракции которые усложняют код и в принципе даже являются признаками код смелл запахов кода Dry или не повторяйся это принцип дизайна который борется и помогает вам бороться с дублированием кода с copy-paste то есть в принципе когда вы пишете код всегда смотрите а нет ли какого-то повторения дублирования в ваших компонентах или в вашем проекте что же мы получаем в итоге если мы применяем все эти принципы дизайна и скажем так некоторые другие практики мы получаем то что называется clean code clean code можно праздновать перевести переводить его как чистый код либо идеальный код попробуйте для себя скажем так ответить что же такое идеальный код я думаю что каждый из вас стремится его писать да смотрите ли вы сформулировать для себя а какой же код называется идеальным в принципе если вы знаете робота мартина вот он на этом слайде то у него есть книга и цикл вебинаров который называется clean code для меня идеальный код соответствует следующим характеристикам это компактность то есть чем меньше кода тем меньше шансов сделать ошибку читабельность то есть в принципе код который нечитабельный его не хочется ни поддерживать ни улучшать самообъясняемость в принципе одним из самых распространенных кодсмелс являются комментарии а точнее плохие комментарии и почему они появляются потому что не хватает разработчикам умения написать код который будет самообъясняющим переиспользуемость то есть когда вы пишете компонент или класс интерфейс всегда думаете о том а как можно его преиспользовать можно ли его будет преиспользовать является вещью себе тестируемость в принципе код который не тестируемый опять же он очень опасен потому что непонятно а работает он корректно либо нет современный код может быть выглядеть читабельным компактным и тестируемым но он может быть старым написанным использованием старых версий то же самое Java старых библиотек и так далее поэтому современным разработчикам его будет тяжело понять гибкость насколько легко данный код изменять не приводит ли это к масштабным переписываниям масштабируемость как данный код работает с увеличением нагрузки либо допустим с расширением объемов данных если ваш код работает корректно с например коллекциями в 100 элементов а подумайте а что у вас будет если у вас будет например в вашей коллекции таблицы не 100 а допустим 1000 или миллион будет ли у вас работать так же самое быстро надежность код конечно должен быть надежным то есть он должен выполняться всегда при всех возможных допустимых входных параметров при попытании недопустимых значений параметров он должен конечно сразу же на это реагировать эффективность работает ли ваш код эффективно это скажем так отдельная тема для разговора в принципе есть современные средства тестирования которые позволяют данную вещь проверить ну и безопасность то есть в принципе хакеры не дремлют и нужно конечно всегда стараться чтобы ваш код был защищен от попыток злоумышленников проникнуть в ваш проект да все знают про SQL injection и различные допустим в случае когда у вас были попытки разломать вашу систему да или систему вообще поэтому нужно думать о том как код будет защищен мы говорили про код SMELLS скажем так есть ли какое-то научное обоснование этого явления в принципе и работа по код SMELLS впервые была опубликована довольно-таки давно в третьем году в Финляндии в Архистическом университете технологии и вот ее три автора это Мика Мантелла Яри Иваннен и Каспре Власениус в принципе именно они и первыми упомянули про такие принятия как CODE SMELLS и более того кроме того что они про это рассказали они объединили все CODE SMELLS в группы группы причем еще и добавили связи между группами и между CODE SMELLS то есть для чего для того чтобы можно было их проще изучать и использовать вот эти группы их довольно таки много хотя не все их скажем так придерживаются я видел самые разные разбиения на группы на такую классификацию здесь главное это понимать суть которая заключается в этих группах и конечно те CODE SMELLS которые в них находятся также встречается в литературе вот такое разбиение на три группы на CODE SMELLS уровня всего приложения на CODE SMELLS уровня класса и CODE SMELLS на методах то есть в принципе вы можете использовать и такое разбиение я думаю что если вы допустим новичок или человек который недавно пришел в IT то после всего что вы услышали возникает вопрос не проще ли тогда зачем заниматься рефакторингом может быть просто взять и переписать проект с нуля правильно же скажем так зачем вчитываться в код искать анализировать а не проще сделать переписывание на самом деле вопрос скорее такой даже не технический а философско-организационный потому что при рефакторинге помните мы говорили что рефакторинг это набор мелких изменений вы каждый раз получаете рабочую версию проекта то есть вы можете запустить показать заказчику и так далее когда же вы переписываете код с нуля и проект с нуля то пройдет очень-очень много времени пока вы получите рабочую запускаемую версию и у меня были случаи в моей жизни когда был такой выбор делать рефакторинг либо переписывать с нуля и переписывание с нуля приводило к тому что просто на проект заканчивались деньги и что мы в конце концов делали мы просто брали старую версию и продолжали ее использовать поэтому думайте сами конечно бывают случаи когда нужно делать рерайт например для какого-то отдельного компонента такое возможно но переписывание всего проекта с нуля это очень долго и конечно затратно давайте поговорим про наиболее интересные 5 примеров код смелс на самом деле космелс очень много их не ошибаюсь более 50 сложно отобрать было самое интересное так чтобы по времени уложиться но вот я выбрал следующее первое называется primitive obsession причем заключается в том что у вас в вашем коде очень часто встречаются вот такие конструкции например есть функция create deposit которая вызывает в свою очередь аналогичную функцию у объекта bank service если вы допустим данный код увидите впервые то я думаю что вряд ли вы сможете понять даже после очень долгого анализа а что же за цифрой которые здесь стоят либо например тут могли быть не цифры а например строки или символы и только посмотрев на сигнатуру вы увидите что вот такая цель данной функции в чем опасность использования примитивов ну во первых опасность в том что непонятно что есть что без анализа сигнатуры то есть примитивы у них нет никакого описания это просто число вы используете как есть вы можете случайно перепутать числа и параметры и соответственно у вас код будет продолжать компилироваться запускаться хотя работает уже по другому бывает и другой случай примитива obsession когда у вас вместо набора таких вот параметров один параметр но это массив и конечно это тоже не очень хорошо потому что здесь вообще тяжело понять а что мы должны передавать туда сколько параметров какие будут параметры допустим первые вторые и так далее и естественно что самый правильный здесь принцип для рефакторинга это внедрение ООП комбинатурный взрыв представьте себе что у вас есть некоторый сервис который помогает вам находить пользователей со временем у вас усложняются критерии и появляются новые операции допустим поиска по емейлу потом поиску по имени потом бывает так что нужно допустим по емейлу либо по имени либо по другим показателям и в итоге у вас данный юзерсервис это ваш API он вырастает до немыслимых размеров а скорее всего это публичный и даже паблиш интерфейс то есть у него есть клиенты очень тяжело менять существующий API из-за этого и это приводит к самому разному проблемам как с этим бороться конечно один из вариантов это опять же внедрение ООП то есть вы выделяете все ваши критерия в некоторый отдельный класс и используете его для поиска то есть по сути есть всего лишь одна функция если вы знаете такой проект как Spring Data то как раз у них появился специальный компонент называется Example и Prop который как раз для этого и нужен от Ball Solution ну или скажем так странное решение в принципе в чем заключается эта проблема одна и та же проблема или задача решается разными способами ну вот например у вас есть в вашем проекте функция DataTool которая получает текущее время с помощью класса System и есть вот такая функция в классе TimeUtil которая опять же получает текущее время но уже другим способом здесь нет никакой ошибки все функции работают корректно но получается что половина кода использует первую половину использует вторую соответственно опять же любые изменения здесь уже будут проблематично переписывать код и такой и такой а либо например вот такой пример у вас есть функция которая проверяет а является ли строка Boolean для этого логично использовать класс Boolean который есть функция parse Boolean но например в другом компоненте есть уже вот такая реализация где проверяется и на null и на специальные строки опять же дублирование кода это всегда опасно часто бывает вот такой вот код смел на уровне всего проекта например слогирование когда у вас много библиотек и соответственно каждая из них использует свою собственную библиотеку для логирования например у вас есть Hibernate который использует JBoss логин у вас есть Spring Boot который использует LogBag какая-то библиотека которая использует Jakarta логин и еще одна которая использует Log4g и получается что у вас такая вот солянка которая очень тяжело разобраться чтобы привести все к одной какой-то системе Refused BigQuest вот такое интересное название я думаю мало кто с ним встречался в чем заключается представьте себе что у вас задача написать некоторые API и вы не зная о том какие будут реализации пишите скажем так очень общие функции для работы с ним вот допустим у вас есть интерфейс writer у которого есть три функции это write flash и close функция write все понятно это функция которая записывает некоторую строку в некоторое скажем так храневище данных функции flash и close они переливают только тогда когда у вас текущий writer работает с некоторыми потоками или с ресурсами то есть например вот у вас есть класс файл writer и тогда там конечно нужна и функция flash и close потому что вы работаете с файловыми ресурсами где необходимо закрывать их дескрипторы но когда у вас есть реализация console writer то здесь нет никакого ресурса и функции flash и close они здесь бесполезны но вы должны их реализовать потому что у вас иначе не будет код компилироваться это вот одна из тех проблем которые могут встретиться неподходящий статик я думаю что все из вас писали свои стичные переменные функции и конечно бывают случаи когда они нужны это и для констант это и функции общего значения которые не имеют состояния тут все окей однако бывает так например что у вас есть некоторый сервис работающий с некоторым репозиторием и данная функция делается статичной ну допустим чтобы создавать объект данного класса но здесь тоже начинаются проблемы во первых вы не можете данную функцию переопределить то есть использовать в принципе полиморфизма так как она статична намного сложнее ее замокать в юнит-тестах либо интеграционных тестах вот допустим у вас есть новая реализация это класс кэш-юзер-сервис и вам конечно хочется что сделать вам хочется существующую функцию переопределить чтобы закешировать опять же делать так нельзя почему потому что функционистические невозможно переопределять и еще один код смел один из самых популярных это плохо написанные тесты к сожалению к сожалению если например код можно протестировать тестами то тесты протестировать сложно вы не пишите тесты на тесты поэтому это может прийти к тому что у вас тесты и есть и покрытие хорошее но работает они плохо каковы основные признаки плохих тестов ну во-первых это плохая эффективность то есть они либо работают очень медленно либо они потребляют много ресурсов памяти либо может быть времени процессора очень сильная интеграция кодом то есть если вы код допустим изменяете то тут же изменяются и тесты даже если вы делаете просто рефакторинг кода рефакторинг не должен приводить к изменению тестов и допустим вы тесты написали но при этом вы игнорируете какие-то ошибки которые могут быть вот допустим пример из пятого джинита тест который тестирует некоторый объект сервер и в принципе видите что код запускается все окей но ничего не тестируется то есть по сути непонятно функция отработала корректно либо нет как бороться с кодсмелс мы же говорили про аутэя про солид про грас и конечно у нас есть главное оружие это наши паттерны проектирования эту книгу называется дизайн паттернс который уже 26 лет думаю что вы все слышали именно там находятся 23 паттерна которые помогают нам бороться с многими из наших кодсмелс но время идет и сейчас таких паттернов очень-очень много их более 100 есть даже специальный сайт где находятся основные паттерны которые сейчас применяются в разработке на самых разных языках конечно есть и антипаттерны то есть в принципе некоторые это паттерны которые скажем так неправильно используются применяются и что их превращает в антипаттерны в принципе скажем так и потому что вы с ними знакомы и конечно их стоит избегать и так как же бороться с кодсмелс для этого есть что называется техники или стратегии рефакторинга то есть это 4 группы стратегий у которых в каждом есть свое название и в принципе локопаттернов есть начальная проблема и пути ее решения у мартинфайлера есть свой сайт рефакторинг и там вы можете найти многие но не все стратегии рефакторинга которые он описывает кроме того наш помощник это идея которая во первых встроила в редактор многие из стратегий которые мы можем применить также здесь есть так называемые intention actions то есть принципы это не стратегии рефакторинга а это не большие изменения которые немножко но улучшают считабельность либо гибкость вашего кода у этих стратегий есть одно интересное свойство многие из них используются в парах например в их стратегии это переместить поле из базового класса в наследник а есть стратегия наоборот есть стратегия добавить параметры а есть стратегия удалить параметры поэтому в принципе если вы делаете рефакторинг применяете например стратегию удалить параметры то есть через год можно что-нибудь сделать наоборот ее параметры удалить поэтому всегда нужно неформально понимать эти стратегии а конечно очень глубоко разбираться и обосновывать почему вы их используете наиболее интересные 5 стратегий дефактинга первое это внедрить параметр object в чем он заключается представьте себе что у вас есть функция create user у которой есть вот такие вот три параметра email name и department то есть функция в принципе работает работает корректно но конечно здесь возникает сложности во первых например если вы будете добавлять новые поля для класса user то функция будет расширяться это к чему приводит изменяется сигнатура функции нужно переписывать всех ее клиентов поэтому какой выход мы просто берем и создаем новый класс куда мы переносим все наши параметры из метода create user тогда наша функция create user она становится вот такой простой и понятной любое изменение в классе user никак на нее не влияет когда здесь возникает другой нюанс а когда мы задаем объект user например у вас может быть ситуация когда не совсем понятно а какие же параметры вы передаете в данный конструктор это опять же сказывается на читабельности кода ему такой пример это пример из реального проекта я думаю вы даже догадались какого видите что у нас в конструкторе очень много параметров и тяжело понять а какие же например из них является обязательными а какие опциональными то есть каких можно мол передать и каких нет как с этим бороться очень просто но мы просто используем паттерн builder для того чтобы создавать только те передавать параметры которые являются required изменить код ошибки исключением вот допустим у вас есть некоторый класс сервер есть функция старт и о том что функция старт отработала корректно и либо нет вы узнаете только потому что она вернула true или false в чем здесь минус минус в том что непонятно например если false то почему то есть какое объяснение какая была ошибка как вариант что можно сделать вы заменяете в данный error код это может быть число более либо строка замените на привычный вам exception расширяемые и соответственно конечно такой вариант намного проще заменить исключение теста вот например у вас есть функция check string которая делает одну простую вещь она проверяет является ли стр стр строкой либо нет в принципе все вроде окей она работает каким образом если мы передаем не строку то получается класска с exception который мы возвращаем false вроде все хорошо но здесь во первых не совсем понятно как это работает во вторых создание исключения это довольно таки затратный механизм то есть тут будут проблемы конечно с перфомансом как можно данную функцию применять очень просто истанцовка как раз и проверяет на то является ли строкой либо нет то есть если у нас есть возможность обойтись без исключения то мы можем это сделать исключение для случая когда другого варианта не бывает то есть допустим какой-то у нас есть проблема внешняя которая мы можем только с помощью исключения обработать но есть случаи когда например вот у нас есть такой код опять же из реального проекта код который преобразует параметр типа url в параметр типа uri и вы видите что здесь у нас вложенный catch то есть мы делаем блоки try преобразования если мы ловим url ситекс exception то мы получается что делаем мы заменяем пробел на специальный символ html и соответственно только вот если мы еще раз ловим exception то соответственно мы уже тогда выкидываем реальные исключения опять же тут можно было избежать этого и обычная проверка здесь обойтись иногда бывает невозможно обойтись без исключения например если вам нужно определить а если у вас в вашем класс пэффи некоторый класс либо нет когда вы используете функцию класс форнем если она вам вытащила exception тогда означает что у вас такого класса нет к сожалению в jvm другого способа проверить не получается заменить метод методом объектом представим себе что у вас есть очень очень большая функция ну допустим на тысячу строк в принципе и очень тяжело поддерживать изменять расширять что вы можете сделать вы можете попытаться ее разбить на 3-4 функции не такие большие но здесь есть проблема проблема в том что в этой функции очень много локальных переменных которые скажем так распространились по всему методу и из-за этого очень тяжело разбивать его на под функции что вы можете сделать в таком случае вы данную функцию преобразуете в класс а локальные переменные и аргументы функции в полях и тогда так как у вас получается все они являются полями тогда совершенно легко их разбивать на под функции заменить наследование делегирования очень часто есть такая практика наследовать классы которые нам достаются вместе с gdk допустим вам необходимо объект или класс который будет хранить пользователей и вам не хочет создавать новые методы поля что вы делаете вы просто берете и расширяете класс realist все работает то есть у вас есть весь API который есть в классе realist то есть вы можете например добавлять легко пользователей удалять пользователей все вроде как легко и просто но при этом можно вызывать функции которые например вам не очень то и нужны и которые могут приводить к неконсистентном состоянии вашего компонента что вам приходится делать надо приходится их переопределять да и например выкидывать включение что конечно не очень хорошо потому что функций может много и у вас получается избыточный код поэтому какой выход это заменить наследование делегирования и таким образом у вас объект users будет просто полем вашего класса и таким образом вы можете представить тот API который вам необходим как сделать так чтобы у вас рефакторинг не приводил к новым ошибкам конечно это ZD то есть вы сначала пишете тест потом пишете код на него и потом делаете рефакторинг в таком случае конечно у вас все должно быть хорошо да потому что код покрыт тестами да и любой новый скейс на него есть некоторый тест каковы в целом шаги по рефакторингу вашего кода сначала вы анализируете код входные и выходные параметры да как данный код работает вам нужно исправить известные ошибки так те которые вам известны потом вы делаете бэккап кода либо если вы используете например css git либо что то еще но конечно тогда просто делаете commit оцениваете изменения потому что это необходимо для того чтобы запланировать вашу загрузку пишите тесты если конечно их еще нету применяете какую-то стратегию рефакторинга проверяйте что ваш код компилируется проверяйте что у вас все тесты проходят и делайте commit изменений либо в принципе у этого набора шагов есть расширение дополнения я бы поменял пункт 9 на 3 пункта это вы делаете pull request который приходит стадию код review и потом вы делаете merge то есть ваши изменения сливаете с одной мастер там ли код еще в таком случае ваши изменения проходят еще и оценку ваших коллег и в завершение главное правило рефакторинга что рефакторинг нельзя закончить его можно только приостановить на этом у меня все если есть какие-то вопросы я на них конечно готов ответить по каждого вопроса хочу сказать что у нас много вебинаров запланировано на июль это вебинар который называется java developer toolkit по основным java технологиям которые сейчас применяются и будет вебинар по стерилизации то есть он был у нас очень очень давно и скажем так мы его не обновляли но вот в этом году решили что есть уже новые библиотеки стерилизации такие как месседж пак бафферс и появился вот gmh для бенчмарков почему бы нам не сделать еще раз тестирование проверить быстродействие поэтому мы решили сделать я думаю что в июле мы его тоже проведем ну вопросов пока не вижу но скажу так из своего опыта что рефакторинг это тот навык который совершенство зашлифуется годами почему так потому что во первых у вас постоянно изменяется ваш набор практик дизайнов а во вторых код который вы изменяете это же не ваш код скорее всего да код который написал другой человек таких людей тысячи миллионы да и конечно у каждого есть свой стиль какие-то свои может быть стратегии подходы и нужно уметь к каждому найти какой-то подход хорошо если вопросов нет да всем спасибо и до новых встреч